Балвар-радиус нам Олтонча, мини-музыкаль-премьеса. Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Этот состав Верховного Совета взял на себя эту ответственность. Ему и поручается осуществлять ее на деньги. Эти слова Минтимир Шаймиев сказал в 1990 году. Спустя 28 лет на праздновании 80-летия Верховного Совета ТССР Шаймиев, как последний его председатель, если не повторит дословно эти слова, то очень часто будет говорить об ответственности, что взял на себя последний 12-й созыв Совета. Чаще из более чем 40-минутной речи государственного советника звучали только слова «народ», «федерализм» и «межнациональное согласие». Из своего подготовленного текста Минтимир Шарипович не зачитал ни слова. Тот самый случай, когда слова шли от сердца. Это та новая история, и эти годы нам дали возможность, а это бывают редчайшие случаи в истории народов, это рост самосознания нашего народа. Эти годы нам позволили посмотреть на себя, какие же мы, на что мы способны, переломные моменты общественного строя. В этих условиях мы должны иметь дух, силу и должны оставаться народом, республикой, которая борется за демократическую федерацию Российской Федерации, его становлением новых условий. Потому что неоднократно мы говорили, что не может Россия быть демократичным государством, если она не будет демократической федерацией. Это показывает сама жизнь, сама история. Судьбоносные решения были приняты депутатами Верховного Совета. Это и провозглашение суверенитета Татарстана, и принятие его Конституции. Были многочисленные попытки дискредитировать политику суверенизации, но Татарстан лишь укреплял основы российской государственности. Как отметил Ментимир Шамиев, самосознание и стремление к самоопределению татарстанцев помогли развитию федерализма России. Договор о разграничении полномочий помог сохранить мир, многонациональное единство и целостность страны. Нам удалось этот созыв заявить о своих правах. Но ведь первым декларацией государственного суверенитета Российской Федерации заявила. Об этом не говорят почему-то. Они были бесправны, Совет Российской Федерации. А у нас была собственность 2% Татарстана, который имел огромный объем предприятий тяжелой промышленности, машиностроения, и валовой продукции сравнялась трех валовым объемом продукции при Балтийских республиках. Трех при Балтийских республиках. Вот этому было равно. Вот в этих условиях все началось. После, безусловно, принятия Российской Федерации декларации о государственном суверенитете, тогда при Борисе Николаевиче Ельсина, Татарстан первым действительно возглавил вот этот парад декларации. Мы должны были, мы обязаны были это заявить. Почему? Потому что речь идет о строительстве нового общества, демократического общества. На этом и нацелены. Это многонациональная республика. Она должна была, она обязана была. И этим гордиться нужно во все времена. Вот такова была ситуация. И кто говорит, что Борис Николаевич Ельсин приехал и сказал, берите суверенитет, сколько освоите, так по-современному говоря. Я вам должен сказать, и это надо оценить. Упрощать нельзя. Вечером, когда сели за стол, после провозглашения были эти слова, он говорит, Ментимир Жарипич, он, Ментимир, обращался ко мне. Он говорит, а что будем делать? Вы же не уйдете из России. Вот первый, как сели за стол, значит, поужинать, вот эти были слова. Это слова ответственного человека, государственного человека. Вы же сами видели, в виде митинги требуют свободы, требуют суверенитета. Я говорю, нам надо находить ответ на эти вызова. Он понял тогда, что другого пути нет, надо через договор. Давайте, я говорю, договоримся, найдем ответы на вопрос, на тот вызов населения. Мы создали обоюдные комиссии и начали работать над договором. Начали работать над договором. Вот так договор появился. И я должен сказать, это беспрецедентные события. Это было подтверждено право на государственность. За годы, с момента принятия декларации о суверенитете, уже выросло современное поколение. Поколение, выросшее в свободном обществе. Им сложно представить, подчеркивает Шаймиев, в каких условиях приходилось работать. Не могли поставить даже полумесяц на башню Сьюмбике без разрешения Москвы. А молодому министру Шаймиеву рекомендовали начинать день с чтения газеты. Нет ли там указа о его освобождении из должности. Как приняли мы атрибут республики? Я же говорю, мы не могли поставить полумесяц на башню Сьюмбике. А какой у нас флаг? Какой у нас гимон? У нас своя конституция. Понимаете, это гордость. Мы еще недостаточно гордимся. Мы действительно мечтаем, значит, о укреплении государства и так далее, но в то же время от нас очень многое зависит. Мы на марше, на марше стремления к цивилизованному демократическому обществу, которое сопровождено, особенно для России, многими сложностями. Но направление это есть. Беречь федерацию, делать ее более демократичным. Почему? Потому что такого аналога многонационального федерализма нет. 90-е годы – это новый этап развития государственности Татарстана, где парламент сыграл важнейшую роль, подчеркнул и президент республики. В период системных преобразований парламент Татарстана сыграл важнейшую роль в законодательном обеспечении. Принятие закона о мягком вхождении в рынок, ликвидации ветхого жилья, противодействие преступности способствовали стабилизации общественной жизни республики. Тот факт, что Татарстан сегодня является регионом с мощной экономикой, устойчивой социальной северой, со слаженной работой всех уровней власти, ветвей власти, успешно развивающимся гражданским обществом, является заслугой в том числе и Государственного Совета Республики. Менялись эпохи, но неизменным оставалось стремление депутатов нашего парламента внести в свой праздник просветания Татарстана и улучшения жизни татарстанцев. История Верховного Совета – это 12 созывов. Его летопись – это множество сложных и противоречивых реалий отечественной истории, от политических репрессий сталинской эпохи и до распада Советского Союза. В 1995 году парламент был преобразован в Государственный Совет. Заложенные принципы демократии и федерализма остаются главными и для современных парламентариев. В качестве института представительной власти Верховный Совет ТАСССР стал новой важной вехой в развитии отечественной традиции народовласти. Долгие годы являлся кузнецей профессиональных управленческих кадров. Здесь приобретались политические навыки государственного администрирования. Отрабатывались основные парламентские практики и процедуры. Формировалась правовая культура общества. Подготовленный доклад Митимир Шамиев так и не прочитал. Когда эпоха прожита не на бумаге, а прочувствована сердцем, в этом просто не было необходимости. Такова жизнь. Это борьба, противоречия, это есть движение вперед. И это, исходя из устремления, значит, нам надо находить решение на вызова, как говорится, какие бы сложные были времена по всем важнейшим судьбоносным вопросам. Я не сомневаюсь, что у нас хватит разума, и дальше мы имели бы возможность гордиться, что мы проводим эти годы высоко поднимать головой. И еще с усаусынной гордости. Рахматов, железда, битвы. Спасибо. Продолжение следует...